тестирую то как записывает gopro и и микрофон на спуске только что забрался на гору 33 минуты адски устал но теперь надо ехать вниз буду буду все озвучивать чуть не ранил велик надеюсь меня хорошо слышно погнали и и и и и и и и Вот и закончился первый небольшой спуск. Тяжело дается после подъема в горку. Всего где-то минут 15, может быть, 20 будет этот спуск с небольшим количеством подъемов. Попытаюсь разогнаться супербыстро. Если, конечно, получится, я останусь с силой. В общем, можно сказать, что это вариант подкаста. Езжу на велике и рассказываю, что вижу по странам. Сегодня вторник, 4 мая 2021 года. Замечательный день. Сегодня я узнал пол своего будущего ребенка. Это будет мальчик. Ждем его в сентябре. Интересно будет, если он когда-нибудь посмотрит это видео, скажет, «Вау, мой папа ехал на велике в гору, не мог поинтереснее занятие найти». Проезжаем экспортериальную Америку, которая достаточно сильно отличается от Орегона. Точнее, не от Орегона, а от Портлента. Орегон-то как раз настоящий. Небольшой спуск, потом будет снова набор. Что-то, конечно, есть особенное в поворотах на скорости 50 км в час. Очень классная эта дорога. Мало машин. Называется Skyline Boulevard. Boulevard. Или просто Skyline Boulevard. Проходит через много разных интересных и красивых мест. Время, кстати, 6.20. Нет, через 2 часа будет закат. Не увидим. Не увидите вы закат, к сожалению. Но должно быть красиво. Уже час 35 я еду. Забор в гору занял чуть более 30 минут. Я, конечно, подохренел. Но побил свой прошлый лучший результат. Не знаю почему. Насколько такая штука, что как будто легче не становится. Может, просто так кажется. Возможно, я просто еду быстрее. А кажется, что медленнее. И из-за этого тяжелее. Я катаюсь уже где-то, наверное, третий год. Не могу сказать, что подъемы даются суперлегко. Конечно, не стоит отрицать, что это напрямую связано с тем, что я вешу 100 килограмм. Но не только в этом дело. Да, спонсор моей отдышки. Все эти многочисленные сладкие булочки и круассаны, которые я постоянно ем, не очень видно. Но слева за кустами неплохой вид на Портланд. То есть, на часть его удаленную. Не так много жилых построек тут. Но есть, конечно, очень дорогие и богатые места. Еще один спуск и после него будет очень красивый вид. И не мог понять почему слезятся глаза все оказалось просто забыл очки на шлеме сейчас стало получше кстати минутка рекламы начни как рекламу я купил за деньги но очки окли с технологией призм это лучшее что есть плане очков как сказал один мой друг из эстонии если я увижу создателя технологии призм нужно обязательно купить ему пиво я вообще не шучу если катаетесь на велике да или просто не знаю хотите классные классные очки обязательно обратите внимание на окли технологии призм такое ощущение как будто кто-то наложил фильтр в инстаграме на ваши глаза и все такое яркое красивое снимаешь очки даже немного обидно становится в предыдущем спуске до 62 мне кажется удалось разогнаться здесь не самые резкие наклоны поэтому нельзя очень быстро загнаться и кажется мой персональный рекорд в в районе 80 километров в час если один хороший спуск обязательно туда доеду с камеры новый сетап прикрутил специальный холдер на велик а вот и будет хороший спуск смотрите какая красота если как следует разогнаться то можно особо не крутить на подъеме мне кажется сейчас было около 70 что тоже прикольно вообще чувство скорости на велосипеде очень классно страх достаточно быстро уходит когда более-менее начинаешь чувствовать велик и приходит чистый кайф конечно же кайф уходит когда ты ездишь в гору полчаса но спуск это очень крутая награда очень красивый дом слева не видно я думаю что вид у чуваков просто зубодробительный цены на такие дома таких потрясающих местах около двух трех миллионов долларов что многовастенько для обычных людей смертных дома стоят где-то полмиллиона долларов при условии достаточно дешевые ипотеки в целом если семья с хорошим доходом то можно себе такое позволить шестьдесят 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 есть такой момент если его упустить то накат пропадет и в гору будет тяжело забраться поэтому если немножко поднажать то можно заехать в горку без особых усилий вот сейчас должен быть еще один красивый участок и для дороги даже не знаю что еще рассказать чтобы не было скучно тому кто будет смотреть эту херню но это подкаст который только что придумал он называется езжу на велосипеде и рассказываю истории вот елочная ферма справа зимой можно приехать и спилить себе елку местное развлечение а ща будет очень хороший даунхильчик можно будет попытаться на нем хорошо разогнаться подъем окончательно вышел все силы тяжело вкручивать напоминаю если вы только что к нам присоединились как говорят по телеку что мы находимся в орегоне в окрестностях замечательного города портланд скайлайн бульвар и это тест записи звука микрофон и моей новой камеры который лежит пылится достаточно давно а также первый выпуск самого скучного подкаста на земле еду быстро на велосипеде и рассказываю что я вижу вокруг можно рассказать истории какие-нибудь вот домик продается наверное стоит пару лямов с огромным количеством земли справа автомобиль напоминающий газель а слева не знаю видно или нет очень красивый дом с идеальным газоном боюсь представить сколько люди тратят чтобы поддерживать все это в замечательном состоянии учитывая сколько здесь стоит наемный труд разменяла напоминалка которая напомнила мне вовить воды каждые 15 минут она это делает как говорят опытные велосипедисты нужно пить до того как ты захотел пить и есть до того как ты проголодался начинается очень классный этап моего сегодняшнего спуска можно хорошо разогнаться единственное что небольшой отрезок есть мне нужно будет притормозить но в целом можно как следует вкрутить педали тут а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что уж тут сказать Подходит к концу ДимаTorzok Самого скучного подкаста Подписывайтесь на меня в инстаграме, на ютюбе, ставьте классы и увидимся в следующем выпуске самого скучного подкаста на земле